В Чувашию для участия в заседании совета приехала первый заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева. До начала она посетила поликлиники в микрорайоне Новый город и Республиканскую детскую больницу. Татьяна Яковлева встретилась с пациентами и дала врачам практические рекомендации по организации приема. Ольга Пырочкина подробнее. Когда Фаина Норкина переехала жить в Новый город, ее поликлиника осталась в центре Чебоксар. И при плохом самочувствии женщине приходилось ехать к докторам с несколькими пересадками. Так продолжалось до августа прошлого года. Тогда в микрорайоне открыли сразу две поликлиники. Детскую и взрослую. Ой, очень, очень, очень близко. Очень. Даже здесь можно сели позвонить, вызвать. На дом придут. С новой поликлиники, которая входит в структуру городской клинической больницы номер один, и начала знакомство с первичным звеном здравоохранения Татьяной Яковлева. Ей рассказали про новые возможности, которыми пользуются специалисты поликлиники. К примеру, консультации с коллегами из более крупных медучреждений или других регионов по видеосвязи. Здравствуйте. Это областная больница, да? Здравствуйте. 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 Номер один. Записаться к врачу можно четырьмя разными способами. Через портал госуслуг, электронную регистратуру, лично или через колл-центр. Однако первая заместитель министра под видом обычного пациента смогла записаться к терапевту только на понедельник. Главный врач ГКБ номер один Антонина Иванова отметила, сейчас по субботам поликлиника работает по сменному графику, но в будущем планируют сделать субботу полноценным рабочим днем. Татьяна Владимировна оценила большое количество информационных материалов для пациентов. В опасных ситуациях такие знания смогут сохранить здоровье и жизнь пациентам. Работу по информированию населения нужно усилить. Сейчас запоздалое обращение за медпомощью – одна из основных причин смертности. Заболело сердце? Да подожду, пройдет, да дай валидольчик под язык положу, да, и не вызывают скорую помощь. Вот нужно обязательно знать и даже в школах обучать детей, как делается это на Западе, первые признаки инсульта, инфаркта, потому что именно эти заболевания огромный вклад носят именно в смертность, в том числе и в Чувашии. Первый заместитель министра здравоохранения России побывала также в детской поликлинике в Новом городе и в республиканской детской больнице. Вместе с Татьяной Яковлевой в Чувашию приехали и специалисты федеральных ведомств. Они отметили, в нашей республике хорошими темпами развивается принцип так называемого бережливого производства. Формируется бережливое отношение к пациенту, бережливое отношение к медицинскому работнику и бережливое отношение к ресурсам системы здравоохранения. Наша задача сделать поликлинику удобной, доступной и понятной для пациента.